итак канал град снова вас приветствую всем хорошего дня с вами китария это опять у нас mass effect 3 у нас была вечеринка довольно такая веселая веселая вечеринка вот и теперь настало время для последних решающих миссии мы отправляемся в штаб-квартиру призрака штаб-квартиру цербера чтобы наконец-таки остановить этого к и лена я так понимаю убить его и идти дальше по сюжету глава where unless the reapers are on shore leave to I'm guessing they're not around everyone up pass out the aspirin and have them report to the norm you got it да уж да близится к концу мой любимый масс эффект 3 да уж как-нибудь мы потанцуем наверное знаете он так так грустно обреченно это сказал the best что прям аж щебет душу да грустненько очень грустненько the intel you send looks good the fleets are ready to go but once we're committed against service it won't be long before the reapers take notice and the crucible но главное что он готов главное не его построили жесть он огромен да ничего не напоминает звезду смерти немного напоминает так ну что у нас все готово да у нас хватает готовности войск но помните это было я еще очень давно в самом начале игры масс эффект говорила про то что я хочу осуществить концовку со вздохом ну как многие фанаты и он называют там где шепард выживает для этого нам нужно было собрать более четырех тысяч очков готовности войск а так как у нас сто процентов уходит это на готовность войск поэтому у нас должно этого хватить у нас было шесть с лишним даже и поэтому я думаю что концовка у нас это получится я очень сильно старалась ради этого до заключать там все эти союзы со всеми этими враждующими расами и спасать всех кого только можно хотя конечно всех не спасешь миранда у нас не получилось спасти мордин тоже погиб с эшли мы вообще что-то я как-то забыла вообще про нее и у нас не очень хорошо снова сложились не отношения но потому что я также должна была каждый раз проверять ее после того как она попала в больницу гуэрта нас на цитадели я ее не навестила я вообще забыла напрочь ну и соответственно мы не помирились в конце как бы мы расставили все точки над йода но она не вернулась к нам в команду на нормандии хотя могла про косуми я тоже забыла поэтому вот так вот но чё поделаешь правда уже не хочется сейчас еще раз переходить я конечно только с радостью но надо сделать небольшую передышку между всеми этими масс эффектами чтобы чтобы эта игра не но она вряд ли мне приедутся но просто должна быть передышка чтобы я еще раз ее прошла и может быть тогда и все постараюсь ну чисто идеально чтобы все персонажи почти были собранном ордена мы так и так не можем спасти потому что это зависит от выбора который мы делаем во второй части я тот выбор менять не хочу это относительно или даже в 1 по моему в 1 даже относительно рекса когда нужно его оставить в живых по моему это на это влияет и еще как его лекарства от генофага когда мы оставляем данные научные данные относительно лекарства не уничтожаемых ну вот но сейчас получилось как-то вот так вот не идеально но тоже неплохо в итоге у нас осталось две большие миссии по сюжету это штаб-квартира цербера и это нападение жнецов на землю ну а теперь следующий теперь я буду знать что нужно прямо досконально со всеми разговаривать так как в третьей части это будет иметь большое влияние на то останутся эти персонажи в живых или нет и какие с ними далее будут отношения потому что миранда это влияет на ее жизнь ну если мы уже поняли ну или кайден у кого как да извини джефф но придется взять ее с с собой она очень хотела ну ладно уж кортес такой обалденный пилот мог бы как-нибудь и помягче осуществить осуществить это приземление хотя я понимаю что это было довольно сложно попасть в этот люк на такой это скорости да еще и в открытом космосе но знаю кортес ладно да я придираюсь да как лишний раз блин вижу 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 сейчас поехали да джеймс давай не знаю умение сози хрен с ними ладно закидываем его тупо гранатами по стандарту закидываешь гранатами а под конец просто тупо все обойму в него выпускаешь и все и атласа больше нет что блин они со всех сторон они еще и сверху то есть он не пробивает да сквозь вот этот вот не может он пробить стекло то есть вот ни в какую это что за пули такие как это растекло не пробивает нифига что что нужно что пропустила блин что она хотела от меня так пошел хотя ничего хорошего куда она вверх карлана сейчас сейчас мы чем-то придумаем вижу лестницу вижу сейчас господи не не этот я понимаю что нас времени мало не надо меня подгонять стараюсь как могу хорошо и чё тебе это даст то что ты можешь истребителем управлять из ангара ясно просто идем напролом просто вот так вот да и получаем солдата а чё делать действуем агрессивно ну да вот вот и все это успел тут спрятаться а все я поняла что она предложила сделать она смогла управлять истребителем этого из ангара мы его повернули в сторону в сторону этих ворот которые мы просто мы потом запустим этот истребитель и он нафиг снесет эти ворота до выход из ангара я так понимаю хорошо хотя ничего хорошего но но прикольно ладно дальше что что от меня дальше то требуется что что вы хотите покинуть ангар как мне запустить его как мне запустить истребитель ясно это было настолько близко что вот вот и все джеймс ты еще не отошел от вечеринки что ли да со своей яичницей ты заколебал там всех откуда ты блин там взялся а джеймс не мешайся вот делаешь какое-то действие да и все и опять появляются враги хотя до этого все было тихо то есть до этого ты мог спокойно все здесь делать свои темные делишки да и всем плевать ладно что-то я сегодня слишком много придираюсь к ему любимому масс-эффекту ну просто как бы о линейности сюжета говорю да и о линейности заданий блин тот стоял атлас а мне уже как бы нет толку от него садиться в него кто ж знал то что он там есть ладно идем далее я Хорошо Снова они Меняешь здесь локацию и здесь новые враги Блин, надо было так промазать Я сегодня не так агрессивно настроена, конечно Я просто уже хочу побыстрее Но не то что побыстрее А просто уже пройти Наконец масс-эффект Потому что под конец всегда так Все-все уже, хочется быстрее, давайте Давайте концовку, все давайте уже Ну давайте, а она все тянется и тянется Все же все тянется и тянется Поэтому я вот и хочу уже быстрее эту штаб-квартиру пройти Чтобы наконец-таки выйти На финишную прямую И все, и посмотреть Концовку эту, долгожданную О которой я чисто случайно узнала Я вообще была в полной уверенности, что Шепард умирает Просто вот без исключения Никак, бесповоротно Все, навсегда Шепарда больше нет Да, уж не похоже Получается, что просто его мозг Уже все-таки умер Потому что кислородное Голодание Так что ли? Но как у них это получилось? Что это тупо не кома Шепард умер На самом деле умер Да уж это было конечно бы жестко Ладно, давай дальше смотрим Интересно все-таки Ладно, давай дальше смотрим Интересно все-таки Выходит шлем Смог его все-таки немного спасти Так скажу, все благодаря шлему Который сохранил его мозг невредимым Смог мне наш потенциал Шепард будет в дальнейшем Мы нужны крючки Наши силы Наши существующие должны быть Более всего Не Мы нужны Смоги симпатичные Я нужна Шепард Инвеста Топ Кэлли Чамберс И recruit Доннелли Я надеюсь, что Мисс Дангелс Будет следить Мы тоже хотим Наши старые друзья Возвращайтесь Доктор Чакваз И отправьте мне Сайт-профиль На шепард Пилот Смог с 47 Десия Да шепард и так это знал Да и я это знала Чего тут далеко ходить И так было все ясно И мотивы призрака Не важно В первый раз ты проходишь Игру И в принципе И не знаешь сюжета Да и так все ясно А шепард Шепард тупо подыгрывал Как он и сказал Ему нужен был Цербер Они были нужны Друг другу Вот и все И они просто использовали Друг друга Для осуществления Своих целей У шепарда свои У призрака свои Все Все очень просто А да Так вот Что я говорила По поводу концовки Я действительно о ней узнала Чисто случайно Просто когда В очередной раз Решила почитать Ну просто Фанатские там форумы И все В таком духе Оттуда то я и узнала О том что Есть такая концовка Если немного Поднапрячься И больше Уделить Внимание игре Там Прохождению Тех или иных миссий Да Ну вообще просто Чуть больше уделить внимание игре То можно сделать так Чтобы шепард Выжил Вы не представляете Каким это шоком Стало для меня Потому что Я уже успела Смириться С той мыслью Что все Шепард Умирает Окончательно И бесповоротно Как я уже говорила Но нет Ну вот Поэтому Это Такой Отдушенный Стало И поэтому Я захотела Снова Перепройти Все части Чтобы Посмотреть Эту Замечательную Концовку Когда Шепард Все-таки И остается Жив Разработчики Дали такую Возможность Я понимаю Что возможно Третья часть Должна Быть Последней По идее На этом история Шепарда Заканчивается Но в принципе Больше Ни о чем Ни о чем Снимать Ну не то Что Не о чем Делать Игру Так скажем Ну то есть А какой здесь Может быть уже Сюжет Все действительно Логично закончено И неважно там Какая концовка Умирает там Шепард Или нет Когда он Выбирает ту или иную Сторону Да То или иное Решение Проблемы Но 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 просто Очень многим Хотелось Чтобы история Шепарда Продолжилась Потому что Ну блин Столько людей Полюбили его Неважно Играет что за мужчину Или за женщину Шепард Это Шепард Но все же я считаю Третья часть Закончилась Логично И в принципе Серию про Шепарда Можно заканчивать Оно так и получилось Да Дальше у нас вышел Mass Effect Andromeda Но это уже Совсем другая история И совсем другие Главные герои И совсем Другой год Хотя мне бы хотелось Дальше играть за Шепарда Дальше Продолжение следует... Продолжение следует... Те, кто мешает ему... Ну, конечно, я туда не могу пройти... С прыжка... Да уж... Наконец-то я нашла, куда здесь нужно идти Вот эта вот небольшая лазейка А то я что-то там побегала Потерялась, заблудилась Но все-таки нашла Да уж Да уж, это действительно, что ему так легко удалось Собрать его, забрать его оттуда Причем столько уцелело Я помню этого Человекообразного жнеца во второй части Что он снова хочет его возродить, что ли? Субтитры делал DimaTorzok Что, и все, враги закончились? Просто тупо продолжай идти напролом Ну почему бы и нет? Так, в принципе, боевка идет быстрее Но я не заморачиваюсь сложным уровнем Да, мне это нафиг не надо Меня больше интересует сюжет Я уже много раз это повторяла Поэтому то, что у меня здесь легкая такая боевка А легкий шутер Это только лишь потому, что я не особо суперкрутой шутер А во-вторых, мне это просто не надо Мне важен сюжет больше Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну уж простите ДимаTorzok 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 Хорошую аналогию, да, он провел? В принципе, логичную, я бы даже сказала ДимаTorzok Хоть на этот раз расскажи, что такое катализатор, блин Цитаделью Цитаделью Приехали, блин Цитаделью это катализатор Без комментариев Ну понятно, почему они скрывали это, что катализатор это именно Цитадель Цитадель Призрак, чтоб тебе не ладно было К земле, нибудь То есть последним полем Бэмона станет Земля Неудивительно Ну и чтоб, блин, чтоб ты призрак провалился нафиг А вот и Кайлен Да, я тебя ждала Ты Какой ты злой шепард Непонятно, зачем ты это сделал Типа, показываешь какой ты сильный? Прости, сузья, я немного по тебе постреляла Как он меня бесит со своими щитами Которые он начинает накапливать Блин, еще и Цербер Попотеть придется Отряд, пожалуйста, убивайте этих Церберов Чтобы они мне нафиг не мешали, пока я разбираюсь Кайленом Надо снести ему щиты, чтобы он их не восстанавливал больше Поздно Просто на тебе В твою пятую точку Извините Извините, я просто не удержалась Да Неужели мы слесли ему щиты и он больше их не будет восстанавливать? Джеймс, ты что ли? Нет, Сузи Ладно, хрен с тобой Сейчас мы его попобедим и все Все? Неужели? Аллилуйя Блин, у нас Кайлен все-таки умер Все, мы его все-таки победили Напихали ему его пятую точку Да, как бы грубо это не звучало Ну и, соответственно, никто не слышит его кряхтения, да? И вот этого звона его меча То есть, всем плевать Или все настолько оглохли? Ладно, Сузи, но Джеймс-то мог услышать Бравый воин Ну, Шепард-то хрен с ним Мне кажется, он услышал Он просто ждет, что будет дальше Да? Да, он знает Вот так вот Как эффектно-то было Все Ну, а теперь точно все Да, уж, они дали нам неплохой То есть Помогли нам неплохо Своими маяками И предостережениями В принципе Информацией, которой они владели Они с нами Поделились И все благодаря Шепарда Все-таки Нам, возможно, удастся Удастся победить Жнецов наконец Такие циклы закончатся Да Да И вот она, цитадель около земли Хм Закрылась Она закрылась Прикольно Все, мы выходим на финишную прямую Осталось последнее задание Земля Да Да, уж, это весьма Сложно будет осуществить Потому что этот Чертов призрак Все попортил Ну, как всегда, да И сложно будет воспользоваться Этим катализатором Сейчас Ладно, главное, что у нас осталось Последнее задание Да, и Концовки Спасибо, что смотрели Если смотрели Подписывайтесь Ставьте пальцы Комментируйте И увидимся в следующем выпуске По Mass Effect 3 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok